Рассмотрим единицу, деленную на П, где П, простое число. Например, 1,12, период для меня 6, 1,7, тоже для меня 6. И сделаем так, разделим период, по лампу, что называется, возьмем это как трехзначные числа, сложим, получили 999. Здесь то же самое. Получается 999 в обоих случаях. Возьмем непростое число. В данном случае 25, тоже период для меня 6. Почему-то не получилось 999. Могло и получиться, но в данном случае не получилось. Вопрос. В чем, что называется, секрет в курсе? Почему здесь получилось 999? И вообще, в каких случаях длина периода у дроби единицы, деленная на П, является четным числом? Давайте посмотрим. Итак, что у нас о приближении фокуса, это потом. Это не так уж, на самом деле, интересно. А вот с простыми числами давайте разбираться. Вот есть у нас единица, деленная на П. Мы записали ее в виде периодической дроби. Что это значит? Это значит, что длина периода, какое-то число n, это число, для которого 10 в степени n-1 делится на В. И здесь есть какой-то числитель, какое-то число c. Как это записывается? 10 в степени n сравнимо с единицей по модуру П. То есть, число n четно, что n – порядок числа 10, по-моему, число n четно в случае, когда порядок числа 10 четен. Давайте запишем n равно 2m и посмотрим, что это реально означает. Что 10 в степени 2m минус 1 делится на В. Что это по-другому, говоря, означает? Что 10 в степени n минус 1 умножить на 10 в степени n плюс 1 делится на П. Но заметьте, у нас порядок должен быть четный. Значит, вот эта первая скобка не имеет права делиться на П. Мы получили, что 10 в степени m сравнимо с минус единицей по модуру П. Таким образом, чтобы порядок числа 10, или другими словами, длина периода, была бы четной, нужно, чтобы число вида 10 в степени m плюс 1 делилось бы на П. Между прочим, это условие является и достаточным для того, чтобы период был четным. Смотрите, если у вас есть какое-то число, представьте себе, у вас есть 10 в степени k плюс 1 делится на П. То это означает, что 10 в степени k сравнимо с минус единицей. Значит, 10 в степени 2k сравнимо с единицей. Таким образом, 2k должно делиться на порядок числа 10 по модулю П. Давайте этот порядок обозначим буквой n. n – это порядок. Но при этом k не должно делиться. Потому что если бы k делилось на порядок, то здесь блок 10 в степени k сравнимо с единицей. Ну и получается, что n должно быть четным. Таким образом, вот этот эффект, четная длина периода, происходит в точности тогда, когда число вида единица, вновь рублей единица, делится на наше число. Теперь объяснить вот этот эффект в девятками чрезвычайно просто. Ведь посмотрите, когда у нас общая длина здесь равна 2m, давайте обозначим вот это вот число а, вот это число обозначим b. И тогда можно будет написать, смотрите, что а умножить на 10 в степени m плюс b, это у нас в числителе стоит, а в знаменателе стоит 10 в степени 2m минус 1. Теперь давайте вспомним, что это все-таки было не что-то, а это была тропь, единица, деленная на p. Переписываю. 10 в степени 2m минус 1 разделить на p. Это есть а умножить на 10 в степени m плюс b. Но мы помним, что число b было делителем вот этой скобки. Так? Значит, вот этот множитель является делителем вот этого числа. То есть, смотрите, как можно расписать левую часть. Как 10 в степени m минус 1 умножить на 10 в степени m плюс 1 разделить на p. Вот это вот левое число. Это целое число. Значит, вот это число делится на 10 в степени m минус 1. Отлично. А умножить на 10 в степени m плюс b делится на 10 в степени m минус 1. Но смотрите, я же могу это переписать по-другому. А плюс b плюс 10 в степени m минус 1а. А вот это число делится на 10 в степени m минус 1а. Значит, на самом деле, а плюс b делится. Отлично. А плюс b делится на 10 в степени m минус 1а. Внимание. А это m-значное число. Поэтому оно меньше, чем 10 в степени m. И b тоже меньше, чем 10 в степени m. Значит, сумма этих чисел меньше, чем удвоенная. И с другой стороны, они не могут быть нулями. Ну, давайте я запишу строго. Значит, а не больше, чем 10 в степени m минус 1. b не больше, чем 10 в степени m минус 1. Причем, если бы в обоих местах было равенство, то это означало бы, что у нас просто здесь забор из девятых. И получилось бы не одна b, а просто единица. Такого не бывает. Значит, в одном из этих мест обязательно знак строго. И значит, а плюс b с одной стороны больше нуля, а с другой стороны меньше, чем 2 умножить на 10 в степени m минус 1. Если число делится на 10 в степени м минус 1, и при этом частное больше нуля и меньше 2, то частное равно единица. Значит, мы действительно получили, что, когда складываешь такие половинки, получается число, записанное одними девятками. Так, теперь все-таки стоит объяснить, а почему же было важно, что число простое. А вот в этом месте. Понимаете, когда число простое, то оно обязано делить одну из этих скобок. А когда мы взяли число 21, то этого не было. Давайте посмотрим, что там было для числа 21. Период равнялся 6. И действительно, 10 в шестой степени минус 1 делится на 21. Если обсуждать как здесь, то мы должны были бы записать 10 в кубе минус 1 умножить на 10 в кубе плюс 1. Ну, а теперь смотрите. Вот эта скобка делится на 3, а вот эта скобка делится на 7. Здесь нет одной скобки, которая делится на 21. Ну, и из-за этого ничего не получается.